На этом поезде в Красноярск возвращаются участники проекта «Наши дети», организованного телеканалом «Енисей». Шестеро ребят совершили большое путешествие в Алматы, столицу зимней универсиады 2017. Дети говорят, всю поездку расценивают как одно большое приключение, в котором интересным был каждый момент, включая саму дорогу. Общались на разные темы, загадывали друг другу загадки. И было очень весело, например, мы находимся в конечном, ну это 15-й вагон, мы в конце что-то, а вагон-ресторан, мы через все вагоны шли, вагон-ресторан, там все двери закрываешь, открываешь, пропускаешь всех. Это было очень классно. Больше всего эмоций ребята, конечно же, получили в самом Казахстане. За три дня они успели погулять по улицам Алматы, посмотреть на город с высоты птичьего полета с горы Коктебе, посетили одну из центральных площадок студенческих игр, Ледовый дворец Алматы-Арена, где и состоялась красочная церемония открытия универсиады. Главное в этом году спортивное событие Казахстана. Мне очень понравилось то, как мы проводили время, то, как ярко и красиво все это смотрелось вместе. У нас очень много фотографий, которые мы выложили в социальную сеть, и это будет огромным воспоминанием на всю жизнь. Самое яркое впечатление – это была игра «Россия-Америка», то, что наши выиграли. И, конечно же, это было открытие, то, что показывали культуру, все представления, которые показывали. Мы посмотрели открытие универсиады, которое просто впечатлило всех. Оно неимоверное, красивое, грандиозное и большое. И когда вспоминаешь, что совсем скоро у нас тоже будет универсиада, и думаешь, какой красоты будет у нас. К слову, подготовка к универсиаде Красноярской – одна из целей поездки в Алматы. Ведь ребята могут стать волонтерами студенческих игр, которые пройдут в столице края в 2019 году. А значит, должны набраться необходимого опыта. Как сказали на открытии универсиады, в организации этого масштабного события было задействовано 3000 волонтеров в Алматы. И мы видели результат этой работы, этой колоссальной работы, колоссальной пятилетней подготовки, которая была в Казахстане. И, наверное, смогли понять важность той роли, которую мы выбрали для ребят, когда захотели, чтобы они стали волонтерами. Подробнее о путешествии ребят в Казахстан мы расскажем в дневниках проекта «Наши дети» уже совсем скоро. Александр Ловицкий, Александр Ермашенко. Новости.